Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Джекоплей. И в сегодняшнем ролике я хочу поговорить не о 5 основах, а о Sims 2. Если в прошлых видеороликах я делился фактами, возможностями этой игры, то сегодня речь пойдет, ну почему же любят эту часть больше всего. Я подробно пройдусь по каждому дополнению, чтобы вы узнали больше о самой игре, которая на минуточку вышла еще в далеком 2004 году. Чтобы вы понимали, сначала было вот это, а затем выходит вторая часть, сразу видно как игра скаканула в плане своего качества. И по традиции не забывайте ставить лайки за данные видеоролики, подписывайтесь на мой канал и конечно же пишите в комментарии, какое было ваше знакомство с двойкой. А я тем временем перехожу к своему захватывающему рассказу. Сначала я хочу поговорить о минусах игры, хотя их даже минусами не назовешь, так как в то время это была нормальная практика использовать загрузочный экран перед перемещением персонажей. Всех наверное это раздражает, даже видно как в Sims 4 многие от этого плюются. Но на своем опыте скажу, что я этого даже не замечаю. Закрытый город в прямом смысле этого слова. Вы не можете перемещаться по городу, так еще и в гости к соседям не сходить. И самое мое любимое это когда Симы возвращаются домой, время откатывается к тому моменту, когда они покидали домашний участок. Смотря на все эти минусы, игра для меня не становится хуже, так как большинство ее минусов приходится только на 20-й год. А в то время игра была большим прорывом. Ну вот я и готов перейти к темам дополнений. С каждым дополнением не приходило по 300 новых объектов, как это делают сейчас. Большая часть времени уделялась для разработки геймплейной части самого дополнения. А потом уже думали о предметах. Я наверное обойду базовую игру стороной, потому что большинство фактов из нее вы уже знаете. Но не переживайте, если нужно будет ее упомянуть, то мы к ней обязательно вернемся. Ребята, если я вдруг что-то интересное пропущу, то сильно тапками меня не бейте, а просто напишите об этом в комментариях. Я конечно многое знаю об этой игре, но в то же время не википедия. Ладно, погнали к разбору первого дополнения. Дополнение «Университет» стало первым для данной линейки. Благодаря ему ваши симы могут получить образование, которое поможет забраться по карьерной лестнице в будущем. Что я могу в нем отметить? Во-первых, дополнение предлагает на выбор три городка, куда может поступить учиться персонаж. В каждом городке достаточно мест, куда может отправиться персонаж в свободное время от учебы. Например, за новой одеждой. Эта возможность пришла с базовой игрой. В общежитии каждая дверь в комнате имеет фотографию, тем самым вы знаете, кто в ней обитает. Помимо этого, в общежитие приходит повар, который не даст студентам помереть с голоду. Ну и конечно же, самое любимое для многих, это создание музыкальной группы, вступление в коммуны, а также тайное общество. Насколько не было бы закрытой учебой Сима, в университете есть чем заняться и вызвать зомби. А почему бы и нет? Следом за университетом выходит дополнение «Ночная жизнь», включающая в себя множество развлечений для ваших подопечных. С этим расширением приходит новый городок, «Даунтаун», где находятся участки с ресторанами, ночными и боулинг-клубами, бары, магазины, а также парки и музеи. И да, эти все возможности были добавлены в одно дополнение, представьте себе. Этот городок идеально подходит для тех, кто любит незабываемо провести свидание, или как следует оторваться с компанией Симов. В это дополнение еще были добавлены машины, а также гадалка, которая поможет определить твое будущее, а также предподнесет в дар лампу с джином, если выполнять прихоти персонажей. Данная возможность открывается с дополнением «Увлечение». А как насчет мрачной стороны дополнения? Как раз таки с этим расширением в игру пришли вампиры, которые имеют в своем арсенале различные способности. Более подробную информацию о них вы можете узнать в другом моем ролике о сравнении. Третьим дополнением стало «Бизнес». Дополнение позволяет персонажам создать домашний бизнес, или приобрести общественный участок, и создать на его основе целый торговый центр с магазинами, ресторанами и другими развлечениями. Также можно открыть собственную парикмахерскую и менять внешность персонажей из городка. Симы могут торговать объектами из режима покупки, или смастерить что-то свое на специальных станках для создания роботов, игрушек или цветов, что для меня является самым крутым и интересным в этой серии. Для создания определенных объектов вам придется немного попотеть, чтобы получить почетный знак отличия в определенном направлении. Золотым знаком отличия робототехники Симы могут смастерить робота серого, который заменит персонажа горничную. Для того, чтобы ваш бизнес процветал, нужно следить за его показателями благодаря удобной информационной панели. С этим дополнением также появился новый городок Торжок, в котором можно построить свой бизнес или посетить существующий. Питомцы появились после выхода дополнения бизнес. Понятное дело, что с этим расширением мы получаем животных, кошек, собак и не только. В дополнении имеются еще и ручные животные, попугаи, рыбки, хомяки, которых не нужно забывать кормить, а то я знаю, как можно забыть о их существовании. Самое крутое, что кошки и собаки могут устроиться на работу, и как обычные персонажи повышаются по карьерной лестнице. Благодаря повышению на работе, изучению команд, будут открываться новые расцветки шерсти и ошейников. С этим дополнением пришло и сверхъестественное существо, Вервольф. Ничего замудренного, кстати, с этим дополнением не было. Просто все было продумано до мелочей. Следом за питомцами выходит дополнение времена года, с таким же порядком, как и в Sims 4. Благодаря этому расширению, персонажи начали проживать свою жизнь с каждым временем года, который длится 5 симовских дней. Но в городке всегда можно поменять их последовательность. Снег, дождь, гроза, град, жара, мороз очень удачно проработаны. Одной из ключевых особенностей дополнения стало создание собственной теплицы или огорода. Каждое растение растет определенное количество времени, и после появления плодов пропадает. Только вот тут нужно быть аккуратней. При опылении растений, сим может стать растаманом. Система сада имеет знаки отличия, как и рыбная ловля, которая тоже является одной из ключевых особенностей. Из выращенных овощей и фруктов можно приготовить хорошую по качеству еду, а также создать сок с различными свойствами взаимодействия на персонажа. Помимо главных особенностей имеются и незначительные, как, например, дождь, который скатывается ручьем с крыши или огромные кучи снега. А как насчет путешествия? Как раз это и стало темой для шестого дополнения к Sims 2. Для отпуска персонажей доступно три городка, которые разные по своим тематикам и не только. Где-то вам придется спать в палатке, есть панкейки и метать топоры, а где-то загорать на пляжу, строить песчаные замки и завтракать тропическими фруктами. А помимо этого вас ждет еще и захватывающее путешествие на восток, где можно обучиться кунг-фу. Ну или что-то в этом роде. С этим расширением появилась возможность найти клад. Как раз таким образом вы можете найти карты для посещения скрытых локаций в каждом из трех городков. По возвращению домой Симы должны не забыть приобрести на память о путешествии сувениры, которые продаются на общественных участках. На самом деле это не все. Вас еще ждут легенды о различных местах, знакомство со снежным человеком, горячие ванны, массаж отелей, а также возможность приобрести собственную дачу. Предпоследним дополнением, выпущенным для Sims 2, стало увлечение. Для персонажей стало доступно большое количество хобби с новой системой интереса. При достижении определенного уровня в любой шкале интереса, с Симом будут открываться скрытые локации, где они могут посоревноваться в приготовлении еды, танцах или просто насладиться настольными играми и природой. Помимо этого доступно и множество других интересных занятий. Ремонт машины с нуля, шитье игрушек и одежды, создание объектов из глины, изучение балета и многое другое. С этим дополнением жизнь персонажа начинает пропитать свои неповторимые краски. Последним дополнением стало переезд в квартиру. С этим крупным расширением появился новый городок Бухта Беладонна, который предлагает на выбор множество таунхаусов для заселения. Проживание персонажами в такой квартире полно различными возможностями. Все начинается от шумящих соседей до хождения к ним в гости. Если такой возможности в обычном доме нет, то в квартире всегда пожалуйста. Соседи всегда могут прийти на помощь и присмотреть за вашими детьми. Вы даже можете сэкономить деньги, чтобы не нанимать няню. Также с этим дополнением приходит и система репутации. Она работает по принципу хороший персонаж или нет. На этом скромные возможности не заканчиваются. На общественном участке можно познакомиться с доброй или злой ведьмой. При достижении хороших с ведьмой отношений, Си может стать данным сверхъестественным существом. Господи, это слово сверхъестественное, я не могу его выговорить. И обладать различными магическими способностями. Более подробно о ведьмах я также рассказывал в другом ролике. Вы можете посмотреть его на моем канале. Как вы уже поняли, в арсенале двойки имеются 8 дополнений, Которые добавляют массу различных взаимодействий с миром. Разработчики в каждом дополнении старались задать определенную тему И полностью ее прорабатывали до всяческих мелочей. Чем и привлекает данная линейка. Вы даже можете заметить, что за всю историю выхода дополнений Только одно было конкретно посвящено различным тусовкам. Но помимо дополнений выходили и каталоги. Кстати, из-за этого и ушел главный создатель данного симулятора Уилл Райт. Он хотел добавлять только крупный контент в игру. А различные новые объекты, которые сейчас у нас добавляются в каталогах, Добавлять либо с дополнениями, либо с обновлениями. На протяжении 4 лет игра пополнилась 9 каталогами. Хочу признать то, что каждый каталог был одним для определенной темы. Как раз таки последним каталогом стал сады и особняки. После чего линейка Sims 2 полностью завершилась. На самом деле о данной части можно говорить часами. Так как возможностей ну и вправду очень много. А сколько еще интересных семей проживает в каждом из городков. Или например такие NPC персонажи как Госпожа Пьяная Помятая, Мистер Хамбл, Доктор и другие. Система воспоминаний, фетиши, черты характера в виде знаков зодиака, болезни и множество других приятных ништяков. Блин, все-таки затронул тему базы. Как-никак она является охрененной основой для данной игры. На этом мой рассказ особенностей подходит к своему логическому завершению. Надеюсь теперь все получили ответ на вопрос, ну почему же Sims 2 является лучшей частью всех времен. Ну а если вкратце, то все дополнения были интересными и имели множество различных мелочей. О которых как раз таки и рассказывал в других своих роликах. О каталоге преподносили новую одежду и мебель. Если хотелось обновить жилище персонажей и их облик. В комментарии напишите какое ваше самое любимое дополнение в Sims 2. Мой ответ вы и так прекрасно знаете. Обязательно поставьте свои лайки и порадуйте дядю Плюя. Потому что блин, я это записываю уже очень-очень долго. Не забывайте подписываться на канал и заглядывайте в мои социальные сети. Все ссылки найдете в описании. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся в других роликах. Покедова.